Что будет, то и будет Пред городом моим Не надо любви и участия Мне это уже ни к чему Какое же все-таки счастье Немного побыть одному Забудутся даты и лица И жизнь отойдет в никуда Неспешно молитва вершится Струится речная вода Уймется ночная тревога Печали растают во мгле И ты никому, кроме Бога Не нужен на этой земле Не знаю я, известно ли вам Что я бродил по городам И не имел пристанища и крова Но возвращался как домой Простор между небом и невой Не дай мне Бог, не дай мне Бог Не дай мне Бог другого Сейчас ты закусишь и умрешь от счастья Но тебе часто приходится бывать Вернее, редко, наверное Ты знаешь, как получается Иногда сложно сказать Жизнь настолько сейчас у меня насыщена Да, что я даже уже не знаю Часто это или, как бы сказать Редко Потому что я уже сейчас, знаешь, иногда Просыпаюсь где-то там, предположим И думаю А где я в настоящий момент нахожусь Понимаешь, да? Ну то есть перед тем, как очки в глаза Думаю, значит, это самое Как цель Угадаю я, где я сейчас Или нет, понимаешь? И во ряде случаев угадываю Прошу к слову Редкие минуты, да? Когда Дмитрий Александрович бывает дома Минуты редкие досуга Топлю камины, пью коньяк А за окном февральским Вьюга не успокоится никак Если кто-нибудь так оболдан Луна мерцает, тают звезды И снег летит и тут, и там Сосед приедет в гости поздно И сразу ебанит 300 грамм Ну, Рюмочку Давай, завстречу Ну, давай, завстречу Спасибо, Господи Перекрестим все дальше Спасибо, Господи Ну, а за встречу Я выпил с моим другом Русским поэтом, публицистом И писателем Дмитрием Мизгулиным Но вы только не подумайте Что мы решили устроить пикник Это просто короткий привал Перед длинной дорогой В мир истории и поэзии Моего героя И мы не случайно начнем Наше путешествие Именно отсюда С древней земли Старой Ладоги Ну, а по местным ладожским законам Надо выпить На ход ноги А иначе дороги не будет Так уж здесь принято Испокон веков Словом, все, как в его стихах Струится дымкой горизонт За ладожским простором Калышет ветер Испокон в лесах Купола зеленые соборов Был через эту реку Норвежский, норвежский, датский Здесь вот недалеко Буквально там встали 200 метров Была усадьба Героя войны 1812 года Тамилина, да Вот Потом она называлась Усадьба Шварцев Где, так сказать Скажем так Столетиями собирались Русские художники Начиная с Айвазовского И заканчивая ревих Жизнь есть жизнь Потому что Когда мы рассуждаем Значит вот здесь Она тоже пережила Тяжелые революционные годы Ладога И когда здесь Они здесь жили Благодетели были Да Строили больницы Строили значит Школы Где сами же преподавали Сами лечили крестьян И когда В 17-м году Произошла революция То у них все Эти же крестьяне Благодарные им За, так сказать Десятилетия Или даже столетия Такой хорошей жизни Их ограбили Кто-то успел спастись А старик Шварцев Где-то на 90-каком-то Году жизни Умер здесь от голода Да Хотя был благодетелем Приходил мимо Больницы, которые Он посыл для людей Значит Школы, которые Он посыл для детей То есть не все же помещики Это были кровососы Кровопейцы Поэтому в определенной степени Я не скажу об исторической справедливости Но сначала крестьяне Ограбили своих повещенщиков А потом уже Иосиф Виссарионович Ограбил этих крестьян То есть грабили Ограбили С которым они жили С которым они жили бок о бок И так сказать Несли и пианино И рояли И как бы сказать Все, что можно Вели помещие Усадьбы Хотя помещики Еще раз говорю Это мы знаем Что были И благодетелями Поэтому вот это место Еще раз говорю Оно очень Знаковое Для вообще Русской культуры Русской истории Русской культуры На курган взойду Спешай скоро Станет мне иная даль Видна раз Творится в ладожских просторах Волховская бурная волна Красота-то какая Я теперь понимаю Что вас вдохновляет И вот если ты посмотришь Картину Значит Рериховские картины Вот действительно Варяжские гости А вот они и плыли Вот они плыли Прямо по этой излуке Один к одному От скал Тех каменных У нас Варягов Кости От той Волны Морской Не то ли это было Случайно То ли задумано Свышно Именно эту Арию Варяжского Госта Из оперы Садко Великий русский Композитор Римский Корсаков Написал Именно здесь На берегах Старой Ладоги Умрем Умрем На море Он родился На северном море В Морбинске Вместе с родителями Переехал в Ленинград Жили за Невской заставой Где как пелась в популярной советской песне Закаты в дыму И может эти закаты Или сам город Петра Вдохновили юношу Дмитрия На поэзию Я не знаю Но первые свои стихи Он посвятил Петербургу Как сговорившись Окна гаснут И вот уж город погружен Спокойный Безмятежный Ясный Почти что детский Тихий сон Забуду о добре и зле О пустоте Дневного взора Смотрю Как в сумеречной мгле Мерцает купола Собора Как над застывшую листвой Сияние лунное Разлито Как конь Над сонную Невой вознес Тяжелые копыты Мерцают тускло Фонари В реке Дрожат речные Звезды Еще есть время До зари И может быть Еще не поздно Связать оборванную нить Поднять Распавшиеся Звенья И начинать Как прежде жить Без гордости И сожаления Без суеты И без подсказки Дрожащих Тающих Теней При свете Совести И сказки Сияний звезд И фонарей Ну вот видишь Не дурак был Тридцать лет назад Такие вещи написал Я как-то хочу Издать еще книжку Я посмотрел тут Свои старые архивы Просто некогда Как-то было разбирать Я очень много Ну не то что много Но значительную часть Каких-то вещей Я вообще никуда не включал Ну потому что считал их Слабоватыми С художественной точки зрения И так далее Вот А сейчас так почитал Думаю В принципе неплохие вещи Вот как сейчас Прочитал 30 лет назад Без поводей Ничего Как бы изучил А ты сегодня можешь сам Издать свою книгу Да В этом отношении Когда мы с тобой Обсуждали И получается Ты самый редактор И издатель И вот как вот Критически уметь К себе относиться Это же тоже большое искусство Если ты профессиональный автор Профессионально пишет Ну ты же профессионально понимаешь Что ты делаешь Он же не даун Он же не дебил Да Я скажу Слушай Как прекрасно я там написал Да Или там сделал То есть сделал машину Она не ездит Там да Или посадил картошку Она не выросла Ты же не придешь Или там взлетел на самолете А он упал Да Ты же неишься Отличный профессионал Своего дела Правильно Поэтому Как любой профессиональный Как бы ты профессионально Пишешь стихи Ты профессионально видишь Что вот эта хора Это не очень Но ты в своей поэзии Свободен? Конечно А как А кто тебя заставляет писать Пиши что хочешь Что в голову взбредет Кто может давлять на то Что Да кто как Господь Бог Пиши 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 Сил Уж раз тебя создатель Талантом наградил В лучах коварной славы В круговороте дел Молись Чтобы лукавый Тебя не одолел Курганы Вот они Видишь Как Из нашей Как Школьной еще программы Ты читал Как избирается Вещь Олег Да Отпустить Отпустить Неразум Это курганы Это курганы И были Где были похоронены Первые властители Новой Ладоги Молчат Молчат над ладогой курганы Блинный ворон Страной До Крещения Руси Но Все вот эти языческие вещи А языческие начало Руси сохранила До сих пор В Европе не понимают Что такое языческое начало Это близость к природе Вот только в нас же На Крещение Как бы в 35-ти градусный мороз Люди ныряют в воду Европейцам это в голову не приходит Не бойся Не хочу больше Ну как Не хочешь больше Пошли Давай Дикость какая Действительно Куда Куда Наш доход Ничего Ничего Разот Поэтому когда Русский народ Воспринял православие Он его воспринял Через призму Я бы не сказал так Язычества А через призму Близости природы А это вот взаимосвязь Религии и жизни То есть история Ведь как бы Это история Это культура Это традиция Это образ жизни Ну безумно красивое местечко Спасибо Но для размышления Ты говоришь для размышления Какие мысли приходят в голову Когда такие места посещаешь Во-первых Самое хорошее То что никаких мыслей Не приходит вообще Понимаешь Почему должны мысли Постоянно приходить в голову Понимаешь Человек Нормальный человек Должен отличаться от ненормального От тем что он вообще В голову ничего не приходит Он может просто смотреть И любоваться Вот этой красотой А кстати по поводу Лады У тебя же много Секретарей У меня нет Несколько у меня было Однажды в урочные сроки Тоска растворится в крови Устав от житейской мороки Душа возжелает любви Но мир беспощадно железный В преддверии судного дня Своей суетой бесполезный В уныние вгоняет меня Как в эти минуты Хочуя исчезнуть В сосновой глуши Рождественским снегом Врачуя Ожоги мятежной души Здесь наинчат такие сугробы Что путника скроет вполне Здесь так мне захочется Чтобы забыли бы все обо мне Здесь топится жаркая печка Здесь чайник сопит не спеша Здесь вновь затрепещет сердечко И тихо оттает душа За окнами синими стынет Насквозь промороженный лес Молитва из этой пустыни Быстрее долетит до небес А вот ты, когда бываешь в таких местах То понимаешь, что жизнь-то вечная И скоротечная, правильно? Тебе Господь отмерил И не хочется тратить время На какую-то ерунду Понимаешь, да? Потому что, как бы сказать С возрастом начинаешь понимать Начинаешь ценить время, да? Поэтому, собственно, просто хочешь выйти Вот так вот посмотреть И просто-просто вот Просто стоять и смотреть Да? Просто встать и смотреть Ну, даже помолчать Потому что, между прочим, молчание Это тоже большое искусство Ну, вот все-таки тючего Вспомни, как он написал Гениальный стихотворитель Молчи, скрывайся и таи И чувства, и мечты свои Мысль изреченная есть ложь Вот, и место такое намоленное Да, здесь вот, я говорю Здесь вот, Свято-Никольский монастык Да? Вот, здесь соответственно Кстати, его по преданию Его и основали в честь Победы на Чудском озере Ледово-Павлович По преданию Именно здесь собиралась Большая часть дружины Александра Невского Которая участвовала в битве На Чудском озере Они составляли основу Дружины Александровского На рядовом побоище Потом эта часть После Ливонской войны Все вот это отошло в Швеции А Петр отбил это дело В 1703 году Гусь и Ладожское озеро Пострел город Новую Ладогу Основал там верфи Которые до сих пор еще как-то Значит, существуют И начал рыть канал Здесь будем ставить Город Ну, у Петра I вообще была задумка Сделать Петербург городом Венеции Весь Васильевский остров Мимо которого мы едем Он предполагался сделать как Венеция Все вот Васильевский остров Там первая линия, вторая линия 23 или 24 линии И идут три проспекта То есть он мечтал Петр I все это разлинеет Запустить воду И чтобы там кататься на корабликах Один из первых архитекторов Был Доминик Атрезини Вот Доминик Атрезини строил 12 коллеги Этот Мечковский дворец И вся эта школа Кунсткамера Вот это было его поколение Так сказать, художников Потому что после Трезини Расстрелили Вот Расстрелили Это Зимний дворец Это уже стиль барокко А уже потом Питер Вот эти знаменитые вещи Которые Вот здание Сената, Синода Адмиралтейства Это уже стоили в стиле классицизма Это уже был Карл Иванович Росси Известный архитектор Эпоха Петра Была эпоха великих преобразований Не факт, что все они были Поэтому хорошие Самое главное преобразование Было то, что Скажем так сказать Перестроить Российные европейские рейсы Как в этом месте Невский Тесин Сужается перед мостом Увы, ничем не интересен Отреставрированный дом Здесь очень шумно Очень бойко Здесь толчая и суета Здесь глухо шепчет Речка-мойка И та, и вроде бы не та И дорожа секунды Часом Спешим Опережая тень Здесь Пушкин Встретился с Донзасом В январске Несчастливый день А вскоре здесь На месте этом Читали Скорные стихи Безвестного поэта Уже Бессмертные стихи И ты на месте стоя этом На три столетия Огляни здесь судьбы Двух больших поэтов Таинственно пересеклись Вот здесь На две ступеньки ниже Где полустертый барельеф Где мойка Плещется Чуть слышно Уже заметно Отмели Поэтому А знаете Судьбы двух поэтов Там пересеклись Потому что Ильермонтов Именно в этом кафе Читал свой стихотворение Смерть поэта Понимаешь А Пушкин как раз А Пушкин там встретился С Донзасом Пешочком прошел Вообще Со своим секундантом Да, со своим секундантом У меня и про секунданта Есть тоже стихотворение Он похоронен Кстати В Александровской лавре Катит скрипучая бричка Там что-то Он долгую жизнь прожил Там что-то там Полуденный час И задремал по привычке Старый полковник Донзас Счастья нет И в помине Нет ни детей Ни жены Тлеет Как угли в камине Позднее чувство Вины Жизнь переменчива Наша Счастье Разлука Беда Что же вы медлите Саша Крикнуть Хотелось тогда Выстрел Душа встрепенулась Словно развеялся сон Встылое небо Взметнулась Черная Стая ворон Помните Лица И строчки Морщите мудрые лбы Но не просите Отсрочки У милосердной судьбы В то время Кстати Я тебе хочу сказать Быть секундантом Была большая смелость Потому что человек Мог загреметь на каторгу Дуэли были категорически запрещены Поэтому человек был Безусловно Мужественный Ну друзья Люди же были Долгой и честной А раньше люди Насмешивали Из-за этого ПЕСНЯ ПЕСНЯ Красота спасет мир Это значит Ощущение вот этого Единства Правильно Да так сказать С природой И когда человек Чувствует красоту Это значит Чувствует божественное Природное начало И вот эта красота Божественное Природное начало Вот этот храм стоит Вот тоже не факт Что вот новые здания Они как-то обогатили Панораму Посмотри Да Ну ладно В Советском Союзе Хватило ума Вот бабахнуть Эту гостиницу Там Ленинград Если гостиницу Еще можно оставить Как памятник Значит Да скудаумию И отсутствию Как сказать Чтобы люди смотрели Говорили Ребята Вот как не надо строить Нет Они взяли Еще там Воткнули Два таких же Великолепных памятника Ну некрасиво Некрасиво Похоже Слишком много знаю Но в ожидании Долгих зим Особенно Не выступаю Сообразуясь С веком Сим Другие дни Другие даты Иная родина И речь Но в ожидании Расплаты Суметь бы душу Уберечь В каждом государстве Должна какая-то идеология Которая скрепляет Все массы От миллиардера До последнего Мусорщика Общая идеология Она базируется На мифах И самое главное Что когда они Органично входят В сознание народа И люди этим живут Понимаешь И потом Сегодня наша эпоха Страшна тем Что она как раз Вся идеология Сегодня Если это можно назвать Идеологией Государство Де Мифологизируется Де Идеологизируется То есть на сегодняшний день Идет процесс Разрушения мифов Не остается Ничего святого В человеке Вот ничего святого Не остается Любовь к отеческим гробам Как писал Пушкин Любовь к родному пепелищу Поэтому когда это убираешь Из человека Вот это все остается Ну как бы тебе сказать Равнодушен ко всему Вот мы сейчас вышли На самое такое историческое место Исаакиевский собор Сенатская площадь Вот на Парисарьский собор Написал Сихтон Почему написал Парисарьский собор Значит Я два слова скажу Что это Кажется была Сенатская площадь Декабристы А сейчас говорят Что они были вроде как Агентами английской разведки Вра! Конституция! Действительно был военный заговор И хотели прийти к власти Мочкануть царя Вернулись после похода 1812 года Посмотрели как живет Европа Да Захотели жить лучше Дробного рука Застрелить там Выехал Николай первый Сел на коня И поехал Сколько он был? 25 лет 24 года А рука-то дрогнула И выстрелил Выстрелил в кого? В герой войны Милорадович Был бы выгел Генерал Пользовался популярностью Там в войсках У него что было стрелять? Вот и духу не хватило А у Николая Первый оказался Духу хватило Победил Правильно? Не побоялся Организовал все В тюрьму посадил Закатал Просто я к чему тебе Да Это как бы прелюдия Не то что прелюдия Просто я так рассуждаю по жизни Я писал это совсем о другом Как морозно-ветрено в мире Все, наверное, давно решено У Рылеева в тесной квартире Не топитом осталось вино Вы спешили на площадь с рассветом Под стандартами тежных полков Как на солнце горят ипалеты Как тревожно мерцание штыков Нынче здесь ничего не напомнят О героях минувших времен О ушах то ли звон колокольный То ли кандальный Овьюженный звон Купол высится в отблесках мглистых И проносится лет череда И на шпиле его серебристым Одиноко мерзает звезда Век мятежный грядет И бесславный Лед на царственной тает реке И заснеженный всадник державный Крепко повод сжимает в руке Вот эта раннехристианская икона Почему она такая Мы привыкли Георгия Победоносца Видеть как? На коне с копьем в руке И в пасть Змею значит это копье У змея эти глаза на лбу Легенда же знаешь какая была Георгий, святой Георгий Поехал защищать свою девушку Свою любовь Но они не пригвоздили его копьем А они его силой молитв Ведут на поводке Сила слова Исправилось дело из чудища Хорошее нормальное домашнее животное Которое можно было идти на поводке И вот эта все возрастающая может быть Агрессия в обществе Она привела к тому что икона поменялась Как меняется мир В худшую или в лучшую Конечно в худшую Мы даже по иконе видим что в худшую В разноголосии племен Наш голос глуши, тише Боюсь уже не будет он потомками услышан Во мраке скорбный путь верша Не узнаем друг друга И воля, разум и душа Как лебедь, рак и щука Кстати вот эти камни которые ты видишь Вот они натуральные Видишь да Вот они из этого состояли Вот они из таких валунов Стояли такие башни И тут было не прошибить это дело Не взять штурмом Вот это настоящая натуральная кладка была То есть это стена была по идее? Да башня Башня да? Вот смотри мы выходим Вот башня Вот она башня стояла Вот этот спуск вниз там был Выход к воде А почему все таки У тебя такая страсть к истории российской? Ну надо же знать и понимать Что чем ты, где ты живешь Как она, правильно? Это же по-моему интересно Всегда надо обращаться Как бы сказать к истокам Ну у всех людей есть какие-то увлечения У меня даже всегда не такое есть Кто пиво, кто джинсы, кто лыжи А кто-то совсем ничего Ему же лишь музыка ближе Ему же нужнее всего Поэтому кому как Молись в преддверии конца Чтобы явилась милость Чтоб по велению Творца Все вновь соединилось И ты вот успеваешь все-таки Даже какие-то коррекции Нет, ты видишь, как что попадается под руку Кроверное искусство для бедных Потому что когда в Западной Европе Украшали дома Где богатые люди огромные картины Маслом писали То гравюры это, соответственно, печатный график Отпечатали сто штук И такие вот они раз себе расклеили Где-то в кабак повесили Где-то там дома в спальню Там так далее Но гравюры гравировали все выдающиеся художники Она несет, как бы сказать, действительно И эстетическое наслаждение С точки зрения, как бы, что это искусство Ну давай посмотрим вот эту коллекцию Это вот очень любопытно Ты мне про нее рассказывал Это русская серебряная солонка, да? То есть в жизни у человека Самое главное было соль Это сейчас, говорит, соль вредная есть Она ведет к гипертонии А раньше всегда на столе На крестьянском столе На купечском столе На царском столе В кабаках, в ресторанах Всегда стояла солонка Поэтому солонка Это было произведение искусства Чувство красоты Красота спасет мир Всегда тебя красота Везде должна была преследовать Здесь даже не забыли крест Как царский трон Видишь, да? Может быть, это вообще было У священника даже где-то это стояло Вот даже самая простая И то здесь они Мастера старались сделать какую-то веточку Да? Как-то, так сказать, украсить Значит, чем-то Чтобы, как бы, даже на крестьянском столе Там, на столе самого там Может быть, небогатого человека Все равно стояло Здесь листочек такой сделан, да? Обязательно Вот когда мы говорим Красота Восприятие красоты у людей А вот если бы ты не собрал солонку Кто бы еще собрал? Ты знаешь, я сказал так Что вот мы Россию разбили в дребезги Несколько раз Вот в дребезги Как, знаешь, взяли Раз, бум Разбилось на четыре Потом собрали И еще разбили Понимаешь, да? И теперь важно собирать Я соберу какую-то частичку здесь Здесь Частичка русского быта Частичка русской культуры Частичка русской истории Пурги без зверия Не унять Нет ни желания, ни воли Умом Россию не понять А если нет ума Тем более К нам заходят и говорят Ну что, козлы А в администрации Печать поставьте Мужик, ну ты вроде старый уже Ну такие вещи говоришь Да у вас у самих написано МП козлов Вместо печати козлов А что народ Народ живет своей жизнью Вот я думаю Мы пришли пообщаться В России В России всегда народ жил своей жизнью Власть жила своей жизнью Народ своей Всем похер была Эта власть Власти было Наплевать на народу На народ Как раньше, так и сейчас А народу было наплевать на власть Вот и все Терпели друг друга Две тысячи лет Золотой народ Я сейчас скажу Может быть такие не очень хорошие вещи Но достигается Величие страны Достигаются жертвами народа Кого-то ждут великие дела Всех остальных великие проблемы Правильно? Зачем реформировать жизнь? Надо просто жить Вот народ живет В морозном вихре Дали видна Куда летит Куда несется Та незнакомая страна Что нынче Родиной зовется Вообще мы мучаемся Не теми проблемами по жизни Вот ты знаешь сейчас Какая сейчас самая главная проблема Тебе скажут Там олимпиада Там еще что-то Там какие-то там Еще А вот ты знаешь Сейчас вот например Одна из самых главных проблем Что сокращается Катастрофическая популяция пчел Удивительно Как природа позаботилась О союзе растений И пчел Правда Сборщицы нектара Не подозревают Что перелетая С цветка на цветок Они невольно Опыляют растения Вот то над чем бы Надо подумать Правильно да А что такое Сейчас ли пчел А кто будет опылять А вот обсуждаем В основном Какие же конечно Проблемы Которые Никаким образом Не влияют На существование Человечество А влиять А влиять только На решение Каких-то Вот таких Севиминутных Задач О которых И не вспомнишь В хитросплетении Дорог Забудь условность Ветхих правил Молись Чтоб Милосердный Бог Нас Вразумил И не оставил Это вот все Публикации Последних лет У меня Только Только мои Публикации Последних лет То есть Времени разобрать Нет Времени разобрать Нет Потому что Не то что Как бы сказать Приходило В журналах Тут вот И Вейшая Юность И Неваль Подъем Ну это как бы Юбилейный год Поэтому народ И попечатал Немножко Не ну мне нравится Ты умеешь смеяться Над собой А с этого И надо начинать Понимаешь Да Смеяться над другими Сейчас еще Я раз уж такое пошло Сейчас еще Дети прочитают Из как бы Последних публикаций Так у меня есть Тоже хорошее стихотворение 167 Посмотрим А вот оно Как бы Так вот Зима И слава Богу Живу и глухонем До города Дорогу Позанесло совсем Сижу один на даче Закрыл ходную дверь Пускай стучит Удача Зачем она теперь Зачем мне бизнес Водки Ничтожность Тем и схем Мне нынче Даже водки Не надо б Насовсем Развели сомнения В рождественской тиши Ненужные стремления Метущейся души Ни зрелища Ни хлеба Уже по горло Сыт Насквозь промерзло Небо Бездонностью сквозит И так легко И так легко И просто И снег Валить стеной И ангелов Если душа Она как бы Она как бы сказать Вечная Правильно Они были друзьями Они были друзьями И молодыми людьми Вот они вышли Из этого здания И пошли Утречком К Белинскому А он жил Буквально там Метров Ну километр Они вот прошли По фонтанке Постучались к Виссариону Григорьевичу Говорит Виссарион Григорьевич Книгу написали Виссарион Григорьевич Поручик Достоевский По притихшей улице Идет Боже Как дождливо В этом мире Впрочем Бездна Все-таки Безна Может все же Посидеть В трактире Спросит Чаю Сядет У окна Не минует Темные напасти Бьет судьба Как будто Наобум Есть расчет В любой безумной Страсти Безрассуден Самый трезвый Ум И пойди Предугадай Попробуй Где я Прольется Завтра Кровь Вмиг Когда соседствует Со злобой Доброта Быть скупым И кратким В час Труда Забвения И гульбы Вмиг Когда Вот-вот Поймешь Загадку Русской Удивительной Судьбы Все так Просто И необъяснимо И попробуй Догадайся Сам Дым табачный Вьется Мимо Мимо Через фортку Прямо К небесам Вот Видишь Кажется Спокойная Река Как будто И течения Нет А течение На самом деле Очень сильное В ухо Что наши Чувства И сомнения Пустопорожние Слова Склоняются Без сожаления Под ветром Лепет Ну Жизнь Блажен Кто Ни о чем Не ту же Случайно Делает добро Кто просто Так Как эта Ива Стоит Не ведая Тоски И склоняя Вы ее Терпеливо Перед Движением Реки Вот удивительно Кстати Что ты человек Довольно Обеспеченный Богатый Вот твоя поэзия Когда ее читаешь И не знаю Тебя Ощущение Человека Который Вот как-то Все чего-то ищет Неугомонный Который Там Какая-то Боль внутри Недовольный И в то же время Ироничный Ну а что у нас Лев Николаевич Толстой Был необеспеченный человек Богатейший был человек Но я его не знал Тебя-то я знаю Лев Николаевич Был богатейший человек Ну я не скажу Что миллиарды Ну был очень богатым человеком Я думаю Что он Списки форса Занял бы Какое-то Достойное бы место То есть Деньги же Я являюсь мерилом Мерилом Чего-то Деньги меняют Психологию Ну как можно Менять психологию Я не представляю Как можно Менять психологию Я вообще не считаю Что человек Как-то вообще Меняется в жизни Честно говоря У меня Такое было Сегодня Сейчас вспомним Преображением Живет природа Круглый год Во всем Движение Вперед Во всем Круговорот Еще вчера Была Там Зима Нынче Там пришла Весна Нынче Копель И солнце Луч развеет Мрак Растопит Толщу Льда А если Человек Дурак То это Навсегда У нас Практически Нет героев Назови мне Хоть одного Военного Выдающегося Врача Это все Было У нас Даже В Советском Союзе Я считаю Не надо Изобретать Новую Диалогию Надо Прежде всего Любить Свою землю Свою родину Ту землю Которую Ты живешь Правильно Да И не заниматься Развенчанием Мифов А заниматься Созданием Новых Мифов Народ Не может Жить Без сказок Смеркается Как на вождении В морозном Марьеве Огней Проспекта Сонное движение Реклам Дрожащее Свечение Мерцание Тусклых Фонарей Иду По Невскому Знакомо И все Почти Известно Мне На миг Остановлюсь У дома Увижу Яркий Свет В окне Напряжены В морозной Пыли Гудят Чуть Слышно Провода Здесь Жил поэт Остался Известный Она Она Была Эпоха Люди В ней Жили Мы Судим По эпохе С точки зрения Сегодняшнего человека Мы с тобой Живем И судим По той эпохе Как бы мы поступили Сегодня Когда мы Курим трубку Пьем коньяк И вообще Так вот Как бы сказать За свободу Человека Тогда была Другая эпоха Не в утренней Востях Посмотри Как хорошо На лодочке Да? А лодочка Ты смотри Какая Ты таких На иртыши На обе не встретишь Бедная Россия Ну и что ты думаешь Когда же мы будем Лучше жить Это всегда Привычка Говорить Что мы живем Плохо Мы живем Плохо Мы живем Как живем Вот такую Господь послал Почитает твою поэзию Так не так уж Хорошо мы живем Все в сомнениях Ну во-первых Это нормальный человек Всегда должен В чем-то сомневаться Понимаешь Это же не журнал Крокодил Понимаешь Который издавался Там сомнений не было Вся литература Заключается В одной фразе Льва Николаевича Толстого С чего начинается Роман Анны Каренина Помнишь да Все счастливые Семья счастливы Одинаково А все не счастливы По-разному Поэтому литература Начинается с несчастья Потому что если счастье О чем описывается Что они жили хорошо Любили друг друга Умерли в один день Это не литература Литература это конфликт Это переживание Это проблема Если нет проблемы Так извини меня Тогда о чем писать То вообще О том что все хорошо Была прекрасная пора Блистал закат Державы нашей На целый мир Из топора С лихвой мы наварили каши И свято вероя в успех Презрев все трудности и муки Кормили этой кашей Всех, кто попадался В наши руки Прошла прекрасная пора Где мы блистали горделиво Ни каши нет Ни топора За то какие перспективы Согласно жить в своем дому С утра копаться в огороде Не потакая никому Внимать мечтательной природе Пилить дрова Чинить забор И плыть по вечному течению И затупившийся топор Использовать Поназначить А у американцев Есть идеология Они строят Например государство Мирового лидера Чехи строят Своё национальное государство Греки строят Своё национальное А мы что строим Как грустно на родине Милой пустеет И стынут поля И вместо героев Дебилов Рождает родная земля Бескрайние наши Погосты Унылые наши дожди Причины Пленительно просто Нам всем объяснили Вожди Мы с вами простые Холопы Не жить не умеем Не пить Не с нами Выйти в Европы Не с нами В мир удивить И все у нас Разом отняли Очнулся Федот Да не тот И только великий Гагарин Вершит свой бессмертный полёт А придумайте новые веды Крутите историю вспять Но этой великой победы У нас никому не отнять Мерцают тяжёлые росы И солнце восходит в зенит Кто первый открыл этот космос Тому он и принадлежит Я с этой победой родился И в жизни своей непростой Крестился, женился, молился Под русской советской звездой И пусть наши думы о хлебе И в душах царит непогодь Но в русском Блистающем небе Живёт милосердный Господь Вершится неравная битва Тускнеет в тумане звезда И русская наша молитва Услышана будет всегда Вот у нас моя одна моторочка Прошла за всё время А мы сидим уже час, да? Хорошо сидим, да Прошу к столу Есть, сэр Надо ещё взять на грудь По рюмке А вот эти огурцы Знаешь, я как готовлю? За пять минут Бьётся свежий огурчик Нарезается этот огурчик Вот таким образом, да? В кастрюлю Потом Сыпется туда соль Перец, там чесночок Ну что, что называется По вкусу кладётся, да? Вот, без каких-либо там Этих самых ухищрений С точки зрения, так сказать, там Рассулов и так далее Просто Сыпется в эту кастрюльку И потом начинаешь трясти Берёшь в эту кастрюльку Закрываешь крышкой И где-то в течение там Всё перемешивай Всё попробуй Получается У тебя прекрасный Малосольный огурчик Видишь Ну, Бог любит троицу Давай Давай, твоё здоровье Твоё тоже В народе говорят Чтобы понять человека Надо побывать с ним На его родине А вот чтобы понять поэта Надо увидеть его мир Где ему дышится и пишется Но, впрочем, это Не про моего друга Дмитрия Мизгурина Ему и целого мира мало Я люблю тебя снова и снова Вот уж окна зажглись Я шагаю с работы устала Я люблю тебя жизнь И хочу, чтобы лучше ты стала Мне немало Я не знаю, что ты стала Я не знаю, что ты стала Я люблю тебя Мне известно Давно Бескорыстная дружба мужская В звоне каждого дня Как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня Есть любовь у меня Жизнь ты знаешь, что это такое Как поют соловьи Как поют соловьи Будут внуки Будут внуки потом Все опять повторится Дарится сначала Ах, как годы летят Мы грустим Седину Замечая Жизнь Жизнь Ты помнишь Солдат Что погибли Тебя Защищая Окликуй И вершись В светлых звуках Весеннего гимна Я люблю Тебя Жизнь И надеюсь, что это взаимно Я люблю Тебя Жизнь И уверен, что это взаимно Продолжение следует...